Добрый день! Вы находитесь на подворье прихода Храма Рождества Христова. Теперь это уже архиерейское подворье Храма Рождества Христова, деревня Наткопания. Деревня Наткопания такая милая, уютная деревенька в Волховском районе. История нашего прихода начинается аж с 1995 года, а подворье развивалось, наверное, в протяжении 10 лет, наверное, активно, стройка и все прочее. Ну и вот, вы, наверное, видели тут, что оно, поднастроили тут всего. Ну и кроме этого, конечно, мы занимаемся социальной работой. Я являюсь председателем социального отдела Тихинской епархии, что по семье говорит о тяжести послушания. Ну, мы как-то вот не пускаем, не унываем, вернее, и стараемся нести свое послушание. Здесь у нас проходят реабилитацию пьяницы, алкоголики, наркоманы, воры и все прочее. Какое-то время живут, социализируются. Кто-то убегает со злобой, а кто-то с добрым сердцем. Всякое бывает. Вот мы потихонечку так и проводим эту работу. Кроме того, у нас не было счастья, да к несчастью помогло. Наступил коронавирус. К нам приехали дети из Центра социальной адаптации, социального центра имени Василия Великого. Приехали они к нам на три дня, а живут уже четвертый месяц. Ну вот, ребята. И у нас получился пилотный проект такого социального центра с детьми, вступившими в конфликт с законом. Потому что в Центре Василия Великого дети находятся по приговору суда. То есть это торговля наркотиков, потребление наркотиков и прочие всякие преступления. Потому что очень многое сейчас условно дают, а условно их не помогают. И они снова начинают свои действия производить. Ну, сегодня мы это обсуждали на совещании. И вот принято решение, что надо здесь организовывать, не именно на Подворье, а где-то рядом есть место, такой социальный центр еще один организовать. Ну, здесь ребята живут, естественно, не одни, поскольку они по приговору, тут особое условие должно быть. С ними находятся воспитатели, руководители центра Никитина Елена Владимировна. И же с ними волонтеры-воспитатели, которые, значит, так же не привыкли к сельской жизни, как и живя-то. Вот даже оборону подтвердил. Ну, потому что, когда они приехали, они, конечно, там пальцы растопыривали. То есть, работать не заставишь было. Сейчас уже результаты налицом. Сейчас он же подходит к батюшку, что помочь. Я уже про себя радуюсь, но им вида не показываю. Глава тебе, Господи. Результаты достигаются. Курить бросили. Наркотики тут никто им не предлагает, даже не вспоминают. Ну, и как-то вот они тут становятся совсем нормальными людьми рассмотренных. Такие же ребята, как и все, ходят. Все такое. Поэтому я думаю, что польза как раз от открытия такого центра, еще дополнительного. Я думаю, должна быть. Хоть будет немного ребят в них находиться, но хотя бы была польза. Я думаю, что польза в этом есть. И очень большая. Поэтому помоги нам, Господи, справиться с вновь поставленной перед нами задачей. Да, вот жизнь нас забросила. Ситуация с этой пандемией такая необычная, поэтому мы так надолго никогда никуда не выезжали в такое время. А так с конца марта приехали, вот к концу Антонио живем здесь, работаем. Ребята закончили школу дистанционно. Вот. И продолжаем пока жить здесь. Ну да, подростки здесь с определенными проблемами, потому что центр у нас реабилитационный для молодых людей в конфликте с законом. То есть ребята к нам попадают в возрасте от 14 до 18 лет, совершившие уголовные преступления, направляются по большей части к нам судом. Для них это является основной мотивацией. Ребята занимаются практически всем тем же, чем они бы занимались, будучи приличными молодыми людьми. Они учатся, вот сейчас еще и работают. Для них разработана серьезная реабилитационная программа. С ними работают специалисты, психологи, психотерапевты. Обучающий маршрут, маршрут обучения, то есть составляется, восстанавливается. Репетиторов у нас большая, когорта и славная людей, которые разного возраста находят время и возможность заниматься с ребятами. И по удаленке, вот как сейчас это происходит. А если мы находимся в городе, то и приходят, занимаются бабушки бывшие учителя. То есть в самом деле все это индивидуально, разные ситуации. Конечно, коль скорый центр, это как альтернатива тюремному заключению, когда сюда приходит молодой, свежий реабилитант, то он пытается жить по тем правилам и тем нормам, которые для него приемлемы и ему известны. Поэтому приходится некоторое время потратить на то, чтобы повлиять, изменить его поведение, чтобы оно стало максимально приемлемой. Плюс это все-таки группа молодых людей, которых так или иначе попытки выстроить некоторые иерархические отношения, они присутствуют, поэтому с молодыми людьми круглые сутки находится взрослый воспитатель, которому делегированы все административные функции. Здесь нет ни старших, здесь как бы за воспитателем последнее слово. То есть он руководитель. Когда мы находимся в городе, то есть мы сотрудничаем с инспекторами ОДН, с комиссией по делам несовершеннолетних, с уголовно-исполнительной инспекцией, нас курируют еще и оперативники нашего отдела территориально, где мы находимся. Потому что иногда бывает, возникают разные ситуации. С употреблением это связано, или с какими-то взаимоотношениями в рамках нашего административного, по большей части, КААПа. Поэтому приходится со всеми сотрудничать, приглашать полицию. Если был замечен молодой человек с употреблением, то, соответственно, это свидетельствование официальное, с полицией, с последующим административным протоколом составления. А у тех, кто условно осужден, три административных протокола, и, соответственно, уголовно-исполнитель уже выходит с представлением в суд на вменение каких-то новых вещей в его приговор, либо с отменой, условно, на реальной. Некоторые ребята от нас уезжают в тюрьму. Ситуации бывают разные, у всех происходит по-разному. Да, вместе с нами сюда приехали. Ну, вот это, конечно, столь продолжительное их присутствие, волонтеров, здесь, оно связано с ситуацией в городе. То есть, ребята, которые... Два человека с нами приехали, это волонтеры. Один сейчас уехал поздравить своего родственника с днём рождения, приедет в ближайшее время. Один здесь с нами. То есть, это молодые люди, у которых вот есть некоторый интерес, дерзновение и жизненная ситуация вот сейчас. Именно такая, когда можно себе позволить. Я Андрей, нахожусь сейчас над Копани, работаю здесь волонтером при Центре социальной реабилитации. Я попал сюда как воспитанник, как человек, который нарушил закон, были проблемы с законом. И в течение семи месяцев как бы проходил реабилитацию. Прошёл её успешно. Побывал от Коли странствий, в походе, в гончарке занимался, музыкой потом начал заниматься. Ну, и до этого так писал стихи, грубо говоря, вложил их на мелодию. И это, ну, рэп называемый, да, вот так вот назовём. Потом поработал, где-то ещё в Центре немножко пошёл, там по другим работал, но я сейчас опять вернулся сюда волонтёром. И что любой может вообще исправиться. Вот вчера он был таким, а вот сегодня он уже совсем другой человек. Ну, то есть обычный, нормальный, не какой-то там страшный, не ещё какой-то непонятный. Так что я думаю, надо каждому давать шанс. Вот это вот самое главное. И тут в Центре об этом знают очень хорошо. И создают условия для этого. Чтобы каждый из ребят, который был на улицах, там что-то там понимал, какие-то понятия у них уличные, уже, ну, становиться нормальным человеком, которому можно доверить что-то, он будет ответственным, ответственно подходить к делу. Так что вот так, наверное.